85-й детский сад посещает специальная комиссия. В составе представители Министерства социальной защиты и общественных организаций, которые отстаивают права людей с инвалидностью. Здесь воспитывается трое особенных малышей. Дошкольные учреждения проверяют на наличие безбарьерной среды. Кругом пандусы, поручни и знаки доступности. Оборудована здесь и лифтовая комната. Детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата перевозят в сопровождении взрослых. И по одному. Система автоматическая. Внутри есть кнопки аварийной остановки и вызов диспетчера. При осмотре новостроек в микрорайоне Северный проверяющие уделяют внимание электрическим подъемникам. Председатель комиссии лично тестирует специальный лифт. В коляске Василий Лукашевич прикован уже несколько десятков лет. За это время приспособился и научился жить полной жизнью. Поэтому взор обращен и к спорткомплексам. Например, в Техасе людям с инвалидностью доступен как бассейн, так и тренажерный зал. Я должен сюда попасть сам. Грубо говоря, вот таким образом, а не всей этой помощью. То, что мы и проверяем. Начиная со стоянки, с заниженного бордюрного камня и заканчивая посещением бассейна. Вся эта система должна быть в одном целом. Во время проверки учитываются потребности не только инвалидов-колясочников, но и людей с нарушениями слуха и зрения. Ведь чтобы сходить в магазин, на почту или в поликлинику, зачастую им приходится приложить немало усилий. Незаменимые путеводители, мнемосхемы и таблички со шрифтом Брайля. Даже если таким образом мы какую-то маленькую проблемку решим, это уже очередная победа Белтиза как организации. Для чего нужны мы? Мы должны для того, чтобы проталкивать идеи и проблемные вопросы, которые надо разрешить. Прогуляться по улице или проехать пару остановок на общественном транспорте кажется обычное дело. Но для незрячих это целый квест. Упрощает задачу тактильная плитка. Куда идти можно понять с помощью трости, направляющей знак полосы на рисунке, предупреждающей точки. Плюс звуковой сигнал светофора. А в социально значимых учреждениях речевой информатор. Конечно, это работа, скажем так, которая требует как временных, так и финансовых затрат. Вместе с тем, конечно, у нас еще есть моменты, над которыми нам надо работать. А вот для этого опять-таки мы привлекаем, обсуждаем все вопросы, которые нам необходимо решить с самого начала при создании доступной среды с общественными объединениями инвалидов. Сегодня в Бобруйске проживает свыше 2,5 тысяч инвалидов. Защита их прав – один из приоритетов социальной политики государства. Всего у тех, кто ограничен в способностях в стране 6%. Но за этой цифрой люди с непростой судьбой и сильным духом.